всем привет это новая газета меня зовут вячеслав половинке спецкор отдела политики и есть у нас под новый год такая традиция с главным редактором обсуждать итоги уходящего года и отвечать на вопросы сегодня мы в прямом эфире поэтому все вопросы которые вы хотите задать можете задавать и мы на некоторые из них постараемся ответить ответить в частности сергей николаевич кожуров главный редактор нового газета я аж даже от волнения забыл как вас зовут хотя вижу вас каждый день иногда даже чаще чем жену сергей николаевич давайте раз у нас формат почти как владимир владимирович в прямом эфире да 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 начнем с традиционного вопроса ну вот завершается год сергей николаевич с какими успехами и неудачами новая газета подошла к концу года год то завершается и год наверно был для страны не самый простой новая газета в общем держала весь этот удар и считаем что не так плохо мы его прожили начнем с того что на сайте у нас количество уникальных посетителей уникальных я не говорю о просмотрах там тоже хороший рост но уникальных посетителей выросло на 30 с лишним процентов бывали месяцы когда и до 40 это все доходило с чем мы это связываем мы это связываем с тем что во первых сайты газета для нас в этом году это одно и то же это наша газета и те кто ее читает в бумаге и те кто ее смотрят на экране или на смартфоне это все наши читатели мы в этом году вдруг решили и нас все об этом иногда спрашивают а чё у вас так все плохо если вы вдруг попросили читателей давайте станете соучастниками давайте осуществляете эти пожертвования для газеты для нас то важно ведь вот что что не столько хотя конечно средства которые нам перечисляют наши читатели они нам очень помогают но самое то главное что мы вдруг поняли что здесь мы общаемся мы делаем газету вместе то есть мы пишем письма нашим соучастникам они пишут нам письма они нам такие вещи иногда рассказывают что но просто жить дальше хочется не смотря ни на что и мы понимаем сейчас для кого мы работаем зачем мы все это делаем я думаю что это главное вот если брать внутри редакционный момент это главное событие для нас это то что мы теперь все вместе ну собственно один из вопросов которые задавали нам те кого мы попросили перед эфиром что как раз таки писем приходит от соучастника в том числе много а вот отвечаем мы далеко не на все ну конечно на каждое может быть письма не отвечаем но мы же но мы же осуществляем рассылку всем сразу мы расскажем что у нас происходит что у нас в газете сегодня делается о чем мы вообще думаем ну да это проблема нам нужно тогда видимо очень много людей еще здесь посадить чтобы на каждое письмо отвечали но в принципе стараются стараются нас люди отвечать на все собственно вопрос которые напрашивается вы в должности главреда как возвращенец чуть больше года при этом достаточно не публичная личность ну то есть вас видят часто на всяких мероприятиях куда приходит путин а вот на их и москвы например вас нет вы такой стеснительный или их не зовет мне они стеснительны но дело в том что что касается эхо москвы то это вопрос к эхо москвы это их редакционная политика и вот мне говорят вот до выступает там муратов ну шутком не только муратов нас еще кирилл мартынов там очень часто на их и москвы в этих особых мнениях я буду обеспокоен когда ни того ни другого там не будет потому что эхо москвы это близкая нам и по духу и по идеологии средства массовой информации вот когда их там не будет может быть я что-то и готов был бы предпринять а так к вопросу о публичности для меня у меня есть достаточно много возможностей высказать то что я думаю о жизни о стране это газета и это не значит что этом в каждом номере должен писать заметки просто команда работает я к этому имею некоторые отношения так скажем и собственно говоря для меня пока этого достаточно возникнет необходимость будем и там а так в принципе это это такая персонификация вот средства массовой информации у нее есть главный редактор и вот что он говорит то значит и средства это массовая информация должно как бы отражать но это необязательно есть команда которая работает но я с ней вопросов о команде много спрашивают вот о чем в этом году у наиболее яркой такой приметы времени стало еще больше разделение стратификации людей ну то есть как бы лагеря ты либо с нами либо против нас и вот собственно нас спрашивают почему вы отсутствуете в эфире эхо москвы а почему отсутствуете в эфире россия 1 например не спрашивают вы чувствуете в этом году усиление вот этого разделения людей что все становятся все более озлобленными друг другу она давно уже происходит к сожалению вот это разделение и задача это наша как раз в том чтобы она была не таким радикальным вот очень часто нас спрашивают вот вы оппозиционная газета на что такое оппозиционная газета оппозиционная газета и вообще оппозиция это это представление какой-то альтернативной политической линии мы как раз не являемся в этом смысле оппозиционной газеты потому что мы какой бы режим не был в стране мы пытаемся и нам мне кажется у нас это иногда получается представлять интересы обществу а вот общество на самом деле должно быть меньше всего заинтересовано вот в этом расколе ну то есть нам нам нужно побольше душевности чтобы не душевности даже нам нужно побольше здравого смысла нам нужно побольше иногда останавливать вот эти вот крайние точки зрения и говорить о том что ребят вы совсем уже берега потеряли либо те либо другие и мы как раз должны понимать что между этими двумя берегами которые они действительно существует есть очень очень большое такое течение где люди и людям это не нужно ведь на самом-то деле пользователь бультерьер спрашивает когда же у нас будет предложение уже мобильные для сайта сколько можно ну очень хочется это сделать мы сейчас над этим работам и у нас люди это дело разрабатывают я думаю что в девятнадцатом году она уже будет иначе чего мы тут да это же вы это же опять же они не уточним же века вы благоразумно не уточняйте век просто говорите девятнадцатый год не в девятнадцатом году нынешнего века дело то что я же уже сказал о том что мы понимаем газету как бумажную на сайте и вот мобильное приложение это видимо будет следующая площадка а за ней будут еще у нас есть мысли как нам выйти в youtube там но много чего собственно на это нужно на это нужно время на это нужны профессионалы они сейчас работают а почему вас нет в telegram канале точнее в наших то внутри редакционных чатах мы видим ваши забавные описки и как бы мы хотели бы чтобы видели я наверное просто другого времени я не понимаю как это я должен быть в telegram канале чего этом должен к тому же вот эти все каналы эти много ведь всяких разных каналов я иногда кое-какие смотрю мне тут мои молодые коллеги в них записывают на телефон я так иногда потрясаю папочка безответственностью которая там иногда в информации происходит я вот подумал что дай бог какой нибудь этот telegram канал начнет подпадать под законы о смело закроют его через 15 минут потому что столько будет судебных там исков потому что бездоказательность бизнес тоже плохо ну информацию сообщают ну собственно вопрос которые наверное к нам обоим поскольку я делал политики в данном случае представляю почему новая газета до сих пор не прокомментировала тему с новыми законопроектами о неуважении к власти многие в этом видят предсечу даже 58 статьи мне кажется это очень 58 статья это все-таки антисоветская пропаганда и агитация а неуважение к власти если даже она где-то и проявляется так она зависит от того что власть это иногда заслуживает а чё тут комментировать я не думаю что этот закон будет принят это же только законопроект но и у нас у нас уже доста достаточно было законов о неуважении к президенту у нас есть законы о неуважении государственным символом а что такое неуважение к власти это неуважение вот к некоторым депутатам к мэрам или так неуважение к президенту про президента у нас все есть а к остальным ну пусть они получают свое законную оценку людей для которых они должны вроде бы работать если даже такой закон будет принят работать он не будет потому что неуважение к власти когда власть ведет себя не самым лучшим образом это законное я считаю это законное состояние общества общество и не должно уважать власть означает ли имеющийся уже закон о неуважении к президенту что в новой газете меньше критикуют путин а мне кажется этот закон уже у нас как-то отменен по факту но хорошо но а что значит критикуются на меня а что значит меньше критикуют путина путину кто вот если путин как человек то это путин а путин как президент это президент и поэтому новая газета вообще в принципе президента относится как некой функции ну презентом может быть любой человек но вот если президент говорит особенно делает какие-то вещи то мы их и оцениваем и критикуем путин как человек ну может быть да я знаю мной многие средства масса информации которые в принципе этим интересуются лезут там в какие-то личные дела пытаются оценивать и какие-то его может быть даже вот политические идеологические взгляды но он все-таки для нас функция и поэтому критикуем моего ровно настолько насколько мы критикуем нашу верховную власть а он ее олицетворяет и никогда в этом не стеснялись к извечному вопросу если не путин то кто добавился вопрос от сергей николаевича путин он кто о хороший вопрос да но он человек но он президент вот как человек у нас меньшей степени интересует как средства массовой информации вот нас а вот как президент в этом смысле мы все пытаемся его оценивать об отношениях с другим человеком виктор умнов спрашивает а как складываются отношения новой газеты с алексеем навальним и фбк да собственно говоря как складывается у нас нормальные отношения мы на мы очень часто поддерживаю те расследования которые он проводит он очень часто я я просто это могу определенно заявить он очень часто поддерживает расследование которое делает наш отдел расследования и это ему иногда придает такой ну нормально человек публичными и поэтому спасибо ему за это что касается навального как политика вот он политик вот он оппозиционер вот не газета у нас оппозиционная потому что я сказал уже мы ориентируемся на интересы общества а он политик и все что он делает это это некие политические заявления о чем бы не писала чтобы они не расследовали это все равно всегда оценка действующей власти потому что он же этого и не скрывает он политик он готов взять власть ну газета не про это тем не менее барашков подбрасывают нам они ему кстати как пожелать барашки на барашки ты хорошо живут тай бог каждому так они сейчас в одном из монастырей на хоздворе кормят их поэт их дело-то не в барашках барашки то ведь откуда появились барашки появились потому что они как бы заменили отрезанную голову барана они появились после этого погребального венка и а все это предыдущее было сделано для того чтобы предупредить газету вот то расследование которое вы проводите это по структурам и людям пригожина по человек а вот лучше бы его вроде бы не делать мы наоборот ускорили публикацию этих материалов и потом появились барашки вроде как мы же ничего плохого не имели в виду нет же здесь никакого состава уголовного ну тролли мы вас так ну слушайте 9 барашков в трех очень серьезных клетках это большие деньги кто-то их потратил вот не те люди которых наша московская полиция все-таки нашла они их нашли и эти люди говорят о том что все что касается вот отрезанные головы венка этого они делали не потому что вот чего-то как а вот потому что вот им очень не нравится наш журналист коротков так вот не принять исключительно исключительно вот такое такое личное состояние про барашков их не спрашивали потому что полиция московская оказывается про барашков общем не очень и знает ну то есть вы расцениваете появление бараньей головы и барашков как своего рода признание заслуг не ну можно сказать орден ну нет не признание заслуг даже просто попытки попытки в свойственной манере этим гражданам как-то оказать влияние на то что их касается ну вот ну вот они так себе видят жизнь наши пользователи считают я почему про награды спросил что новая газета ее журналисты перестали получать какие-то более весомые важные награды в том числе не от государства и нет тех кто с ним может быть связан а вот каких-то важных ассоциаций журналистских европейских войду слушать у нас у нас по-моему за этот год если например взять премия редколлегия да это общественная такая награда журналист у нас больше чем у кого бы то ни было у нас насколько мне помнится масса и международных наград но я так думаю что вот 14 января премьер медведев будет вручать награды правительства и насколько я знаю об этом объявлено это уже не скрывается там два журналиста новой газеты ольга боброва и галина и галина марсалеева да могло быть и больше ну ну пока два хорошо давайте вернемся немножко к политической части и у нас очень много вопросов именно от читателей про навального и про путина ну ну да ну вот туда у нас общество и расколот ну да собственно вопрос такой что есть определенная группа людей как правило их называют либеральный лагерь которые сейчас разделены между собой и вот у нас спрашивают что есть разделение между навальным и хаматовой навальным и шандеровичем все эти трое можно их назвать героями сегодняшнего дня некоторые вот называют навальным мой президент как как найти примирение между людьми которые еще вчера были вот что называется в смычки а сейчас почти как по разные стороны баррикад да мне кажется что ничего там искать не надо все само утрящён свои сложится не было там особо никакого вот единение между навальным и шандерович и муж навальный и махаматова это уж точно в либеральном лагере есть там как раз вот идет вот это вот утряска там идет определение вот в другом лагере о котором только что было сказать там нет вопросов там известно кто лидер а здесь здесь идет вот это вот 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 поиски вот этого лидера кто окажется сильнее но это не значит что тот кто окажется сильнее будет поддерживать всем либеральным лагерем потому что либеральный лагерь это так называемые это довольно широкое понятие довольно широкое и вот когда нас смешили этими там 14 процентами да я думаю что вот там ровно 14 примерно направлении то есть каждому по проценту навального может чуть больше достаточно большой блок вопросов о том как стать нашими соучастниками не только в денежном смысле и не только в смысле поддержки но и в смысле прямой работы вот например пользователь эдуард добров спрашивает принимаете ли вы студентов юристов на правду студентов мы принимаем на безвозмездной основе вот делать же не в этом делать что вот всегда новая газета на чем в кадровом отношении было интересно то что ее все время образовали несколько профессиональных журналистов после этого к нам все время приходили молодые люди и вот те кто еще были студентами они уже у нас сегодня и звезды и не звездочка именно звезды это все бывшие студент у нас и сейчас есть студенты вот только что взяли двух человек совершенно талантливых ты знаешь об этом и к сожалению не я была сказана талант к сожалению и и поэтому любой человек который который хочет поработать ну нельзя же вот так мы говорит мы хотим поработать ну приходить но давайте попробуем что-нибудь вместе сделать это не значит что мы вот просто стоим вот и и говорим о его и скорее идите к нам нам так не хватает нет у нас хватает людей но мы очень любим молодых талантливых мы знаем что за ними будущее но это завтра уже есть можно просто взять и портина до просто не можно а надо просто взять и прийти и сказать я хочу сделать то то я хочу сделать это а вот я еще хочу могу сделать это у нас достаточно людей которые просто вот не скажут да слушай не нужен ты мне достал ты меня у меня свои проблемы нет с интересом всегда к этим людям молодым особенно которые приходят и говорят что вот я хочу хочешь давай попробуем этого тебе поможете что делать дальше пользователь виктор александрович спрашивает досу кто виктор александрович только так и никак иначе может быть александрович может быть это представитель балкан например он спрашивает как вы считаете будет ли переписываться конституция сейчас много об этом говорят да я не знаю может быть что-то и перепишут принципе вообще переписывание конституции она не решает политических вопросов страны он до соединенных штатах 200 лет конституции там есть какое-то количество поправок но разве на это ориентируются вообще люди когда живут ну там я понимаю там там прецедентное право у нас не совсем так но тем не менее от того что мы перепишем конституции напишем в ней что дума должна работать не 5 а 10 лет или президент не 6 а 24 года сразу в подряд что от этого ведь мало что изменится хали переписать могут могут как вы считаете откуда гражданам сейчас получать правдивую информацию спрашивает пользователь большой чей можно ли несколько примеров честных сми вот что читаете вы например ну кроме новой газеты который вы читаете потому что вы ее редактировать кроме новой газеты кроме новой газеты я слушаю эхо москвы я иногда смотрю забыл да я смотрю еще некоторые серьезные интернет-ресурсы но сказать что правдивую информацию человек может получать только тогда когда у него есть собственное мнение и возможность оценивать эту информацию то есть здравый смысл в любом сми может появиться информация разная и пока мы ее сами не про анализируем она не станет для нас правдивой потому что ее нужно конечно сравнить с другими какими-то источниками ну не так много у нас к сожалению нет ну считается что интернет сегодня просто просто кладезь этой информации но там тоже очень надо осторожно относиться там много такого вернемся тогда давайте в большую политику мы нас мотает опять большую политику но и в то же время и к новой тоже собственно многие заметили что как минимум несколько раз вы в этом году появлялись лично вы в тех компаниях где находился президент это было и общение с главными редакторами и послание федеральному собранию где вот эти ракеты летали и в связи с этим вопрос в этом году государства на новую газету больше стало давить или меньше есть какие-то теперь закулисные договорен да нет государства не давят а новую газету государства государстве все таки есть люди которые понимают что новая газета это естественно не не для тех кто бездумно поддерживает государство, но «Новая газета» для тех, кто имеет собственное мнение и хватает я еще раз говорю здравого смысла понимать, что эти люди есть независимо от чего бы то ни было и значит пусть будет «Новая газета». Поэтому сказать, что какое-то давление «Новая газета» испытывает со стороны государства этого нет Что касается встреч, как вы говорите то это тоже в общем это не определяет ни действия власти ни наши какие-то реакции Я вот помню вот вы говорите послание Федеральному собранию я вот помню, что вот эту вторую часть послания когда я начал смотреть эти совершенно впечатляющие картинки на экране что я сделал? Я позвонил тут же в редакцию и сказал быстренько, быстренько выясните что это найдите у нас есть эксперты по военным вопросам найдите что это за оружие ну потом выяснилось что это видимо не видимо а это оружие еще которое только разрабатывается но вообще вещи были такие когда все после этих мультиков встали в аплодисментах вы встали? да дело в том что да там ведь какая история была да какие-то были аплодисменты но они такие были дежурные но я другую картину наблюдал когда после этого люди выходили из зала вот все выходили я не заметил там ни аплодисментов ни радостных каких-то лиц люди выходили очень хмурые настороженные и просто было видно что расстроенные потому что сама вот эта позиция что мы сейчас все можем и наши ракеты вот так облетая все что можно долетят до Флориды а там она прямо прямо на экране видна была оно разочаровало даже тех кто там присутствовал а там присутствовали в основном люди которые готовы поддержать любую идею верховной власти но это всех обескуражило пользователь павел александров спрашивает есть ли во владивостоке филиал новой газеты поскольку там есть какая-то региональная новая газета и она на взгляд нашего пользователя вызывает вопрос какие он вопросы ну вот какие вопросы он не уточнил он употребляет слово непонятно у нас пока нет вопросов там есть там есть действительно выпуск новой газеты новая газета в приморье или как она там да там работает очень хорошая команда профессиональных журналистов если бы были вопросы конкретно сформулированы я бы попытался на них ответить а так в принципе нас устраивает просто владивосток очень далеко для того чтобы отсюда довести вот бумажный выпуск газеты до Владивостока ну я не знаю у нас это какой-нибудь пенза он идет неделю до Владивостока поэтому пусть будет давайте пока у нас есть несколько вопросов в таком блиц формате это то на что вы уже периодически отвечаете кто сейчас учредитель газета и кто ее спонсор если уж на то ушли учитель газеты если официально то это закрытое акционерное общество издательский дом новая газета именно газеты как средство массовой информации следующий вопрос кто является участниками закрытого акционерного общества 76 процентов после из некоторых событий это журналисты редакции по-прежнему 10 на 10 процентов это у нас такие миноритарные теперь акционеры это Михаил Сергеевич Горбачев и 14 Александр Евгеньевич Лебедев а госдеп вот тут а госдеп да а где госдеп ну вот в каких процентах слушайте госдеп по-моему сейчас вот у них там кризис некоторые да этот конгресс там чего-то мутит они сейчас госдеп то сам не финансируется какой еще госдеп у нас есть участники да по поводу Лебедева задают вопрос на который возможно вы знаете ответ спрашивают что вроде как он стал владельцев крымских винзаводов а тут нас нам читателям предлагают поддерживать я не знаю но они соответственно вина у нас теперь отлив я не знаю это вопрос к Лебедю я не знаю владельцам чего Лебедев стал в Крыму значит то что года четыре с половиной назад он да действительно очень сильно и очень активно поддерживал новую газету но год четыре назад делать это впрямую Лебедев перестал и именно тогда он фактически подарил редакции 25 процентов своих акций из 39 я сказал что 14 у него осталось он 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 наш коллега он наш ну он не является финансистом и никаким образом даже когда и финансировал он никаким образом не 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 определял редакционную политику газеты это не входило в его интерес мне так кажется а уж чем он там владеет в Крыму это вопрос к нему он если владеет чем-то то хорошо пусть владеет какие бы вы назвали последние громкие разоблачения от новой газеты спрашивает Алексей Булавин поскольку опять-таки в данном направлении скорее в последнее время заметен Навальный если говорить именно о разоблачении да нет ну какие у нас было очень очень серьезное расследование по людям которые когда-то работали охранниками Путина у нас было достаточно серьезные тексты по дворцам этих людей у нас я уж не говорю о том что было много текста связанных с Пригожиным вот я бы так сказал что не разоблачение есть определенные победы ну вот кстати АИК-1 это то что новая газета опубликовала не просто текст но и видео издевательств которые там происходили даже в новогоднем номере об этом говорит один из главных героев этого этих издевательств его есть письмо но мне кажется что вообще итогом этого года это не разоблачение это это большая большая работа 8 лет длилось маковое дело известное где совершенно совершенно непредсказуемым образом в котором фигурантом оказалась Зеленина это эксперт вообще ученый и вот 8 лет людям мурыжили и их их испытывали вообще на прочность они держались и они победили потому что в конце года присяжные оправдали всех 13 человек ну другое можно спросить можно сказать а кто должен ответить вот за то что 8 лет людей над людьми просто издевались и измывались да а некому уже ответить наркоконтроля уже не существует а у государства оно у нас такое вот упертое что ему здравого смысла не хватило чтобы не дожидаясь вердикта присяжных а самому отменить эти обвинения но они просто из пальца высосаны у нас у нас есть еще пара вопросов из ютуба в частности вот например беженцы из Баку спрашивают они 30 лет продлевают пожизненный статус в Санкт-Петербурге и люди проработавшие не один десяток лет на СССР и Россию умирать бездомно и не просит помочь что делать этим людям мы постараемся помочь у нас такая же история была в Москве когда оттуда же беженцев которых в свое время разместили в одной из гостиниц в Москве вдруг решили сегодня эту гостиницу под какие-то другие нужды и начали их выселять оттуда хотя они по постановлению московского правительства имеют все права там проживать мы их защитили помнишь этот большой номер где эти люди ну вот куда им деваться мы их мы их приняли им помогли теперь они стали ненужны забыли видимо уже про бакинскую историю ну и тут такая же ну конечно надо помогать этим людям они они во-первых здесь живут они здесь они здесь работают они платят все налоги и почему мы не должны им помочь если мы их приняли тогда уж сразу не принимали бы мы просим пользователя Евелина Мушкурова которая нам написала написать нам на редакционную почту более конкретно чтобы можно было действительно действительно включиться в эту историю так как мы в Москве включились и вроде бы и вроде бы в Москве ситуацию этого решили нам нужно постепенно закругляться вопрос еще достаточно много но на некоторые если что Сергей Николаевич потом ответит лично пользователям в телеграм-канале да где вам придется завести обычно последний вопрос задает про творческие планы но мы зададим вопрос про то что появится новое в новой газете в следующем году это всегда вот так вот да о чем вы будете писать и чего вы там нарисуете какую книжку вы издадете нет новая газета самое главное если она останется такой же как есть на том же уровне что касается тем мне кажется что вот иногда спрашивают что будет в следующем году ну ничего особенного пока не произойдет но главная тема мне кажется следующего года и последующих это это возвращение идеи борьбы за мир слушайте мы в этом году на всех уровнях договорились до того что война возможна вот сейчас мы не можем немножко чуть-чуть оружие подкопим и начнем и вообще в принципе сама идея допустимости войны она 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 катастрофична страна после 45-го года жила одной мысли лишь бы не было войны а сейчас мы уже как-то об этом забыли теперь мы говорим может быть война только не знаем то ли мы сразу в рай то ли они в ад то ли еще куда-то не может быть никакого вооруженного конфликта между большими державами без применения ядерного оружия об этом говорят все серьезные специалисты только начнется ядерное оружие будет применено а это конец всем и земле конец я хотел дать попросить вас дать прогноз на будущие два года но вы только что его дали это не это не прогноз на будущие два года это это прогноз потому что нам надо исключить вообще само понятие войны и возможности этой войны а прогноз на будущие два года мне действительно его сложно дать я думаю что в следующем году ничего ничего особенно такого не изменится а дальше посмотрим там ведь впереди выборы думы там впереди вопросы сменяемости власти и вот как это все будет происходить это не такая простая ситуация ну тогда последний вопрос если бы вы были президентом российской федерации Владимир Владимирович Сергей Николаевич что пожелали бы вы гражданам в своем новогоднем обращении ну собственно камера вам ой я не знаю я же не президент я никогда себя не представлял президентом и я думаю что ой я думаю и президенту тяжело вообще вот в таких ситуациях особенно когда в стране не все в порядке и не все ладно чего-то желать я бы пожелал чтобы в будущем не было хуже чем сейчас я бы пожелал чтобы люди попытались преодолеть в себе вот отношения наши не наши и и поняли что все мы здесь одинаковые даже если у нас есть какие-то расходы я бы пожелал вот этой ну снисходительности доброжелательности друг к другу да даже снисходительности к власти черт с ней пусть она себе шивет но люди не сказать что должны любить друг друга но они должны относиться к другим так как хотели бы чтобы относились к ним будем все здесь хватит всем места страна большая и стол большой и за столом пусть все об этом новогоднем друг другу и скажут это это хорошо да у нас как раз сейчас средствовет с блэкджеком и плюшками вас мы поздравляем с наступающим новым годом большое спасибо Сергей Николаевич что уделили время это был Вячеслав Половинка это была новая газета увидимся и в этом и в следующем и в послеследующем году главное чтобы не было войны пока вовремя вовремя